ну и просто всегда стоишь перед выбором и почему-то когда такие моменты происходят в основном зачастую какие-то глобальные очень важные матчи где приходится просто но ты просто понимаешь о том что да ты где-то не можешь где-то нельзя но есть вот это чуть-чуть что попробую потерпеть и вот на этом попробую как бы на зубах выходишь как бы я в принципе всю жизнь так наверное играю я не играю только когда что-то прям такое глобальная операция или ну что-то очень сильно противит как бы моему занятию там или чтобы я просто бегала еще что-то так стараюсь принципе максимально терпеть помогать вот ну конечно как бы здоровье не вечно и сказывается вот очень отрадно то что многие с пониманием относятся даже вот сейчас в плане какой-то паузы реабилитации с пониманием где-то больше отдыха дают и в клубе и в спорной этот момент как бы есть и он не может не радовать и вот наверное как бы здесь меня поберегли здесь я понимаю что мне здесь нужно потерпеть и помочь вот в принципе как бы как из португалии было поехала на сбор понимая чем не грозит перелом носа со свежим вот получила перелом пальца на первой тренировке возвращаясь возвращаясь с португалии маскина сапсани как бы есть такие вещи которые можно потерпеть как было для меня замотать гипсом одеть перчатку но это не проблема то есть это не сломанная нога где ты не можешь что-то делать может потерпеть то есть момент которые ты можешь потерпеть которые не навредят коллективу команде результату то я в принципе как бы готова и терплю сюда неужели никогда не приходит в голову мысли что все это в будущем может аукнуться накапливается но мы в принципе должны понимать что занимаясь таким видом спорта у нас в любом случае что-то доукнется то есть профессиональный вид спорта он же не лечит он калечит поэтому ну в какой-то просто степени будет у тебя 2 или 3 степень там чего-то там обострение как бы мне кажется она не легче будет от этого мы в любом случае уже больные люди как бы это не мои слова это слова врачей как бы подтвержденный факт то есть когда спортсмен говорит что он жертвует здоровьем одессу за занятия своем делом это не просто нет конечно определенную ты терпишь идешь цель на ну как осознанно найдешь на какие-то риски своего здоровья где это терпишь там где но обычно бы человек просто не стал бы этого делать ну как бы даже врачи вы запретили в девятом году у меня был такой драматизирующий чемпионат европы после операции разрыва передних крестообразных связок где я не играла так посчитали тренеры вот тринадцатый год я играла но опять же опять же я играл с травмой да у меня была травма плеча надрыв губы вот где в принципе я могу сказать что вот там я терпела то что наверное бы и я не знаю какие-то терпел это вот это наверное желание после девятого года сыграть все равно чемпионат европы меня настолько преодолевала это мою боль преодолевала что я просто потом когда приехал думаю мне врач на после операции это кто все руку поднимал у тебя просто губа надорвана тебе надо там шурупом завинчивать там ну то 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 у тебя в двух местах еще там разволокнение связок я говорю ну как то вот так вот